И всем привет, дорогие подписчики на канал Брадоточинкорпорет, на связи с вами ваш Альберт Вескер. Ну это грёзы скитающихся звёзд. Я попробовал сейчас её как-то более-менее оптимизировать и настрой, потому что она реально очень жутко логучая. Не спрашивайте почему, без понятия сам. Чё только я не применил, и аппарат, и ускорение, и ускорение внутрь. В общем, применил всё, что только можно. Попробуем её пройти, но я не уверен, что она бы там вот адекватна. Также есть проблемы с музыкой, вот сейчас вам покажу, вот здесь видите, вот, надо мной вот здесь, вот эти вот два значачка. Тут я ещё по периметру её буду обрезать, скорее всего я вот так вот себя по периметру вот так вот поставлю, так вот посерединочке. Как говорится, я здесь, есть. Вебку буду время от времени включать, или выключать, потому что я не знаю, тут анимация будет лишённый счёт. Так что, готовимся. Но пока что, погнали. Посмотрим. Вообще никакой музыки нету, что странно. Реально, очень странно. Музыки я вообще не слышу. Может, конечно, это у меня что-то? Да нет, вот. Нет, у нас-то я вижу звука нету. Сейчас посмотрим, может быть, как... Может, какая-то техническая проблема здесь. Потому что... Странно, конечно. Так. Нет, реально никакую музыку не даёт. Что за бред? Сейчас разберусь. В общем, ребят, я не знаю, в чём дело. Музыка не хочет играться. Она играется только с экрана. То есть, через наушники она ни в какую, ни в разрез не хочет. Не знаю, почему. Будем делать то, что делаем. Давайте определимся, что здесь вообще возможно. Так, это языки. Это награды годовщины. Данные о разведке приключений. Слушайте, много, конечно, даёт. Попробуем, конечно. Ну, реально, никакой музыки нету. Бесит. Почему нет музыки? Вот почему нельзя с музыкой нормально? Её просто нет. Нажмите на картинку или на кнопки, чтобы перейти дальше. Добро пожаловать в Тайват. 5 января 2022 года путешественник из другого мира очутился на континенте Тайвата. Это мы. Это мы, товарищи. Подождите. Опять. Я почему... Я вроде знаю, что мы как бы были в это время. Да, реально. А, это получается наша история какая-то. Слушайте, милая такая... Картиночка. Что ж. Давайте дальше. Год за годом. К звёздам и безднам. Вы выполнили уже 257 ежедневных поручений в Гиддельске и приключении. Что-то маловато. Но Венти такой милышкой здесь. Чаще всего вы выполняли поручения в регионе Ли Юэ. В этом году поручения, которые вы выполняли чаще всего, прямо в сердце. Трудолюбивые искатели приключений не остаются без награды. То есть, это получается моя личная история, да? Интересно. В этом году количество достижений, которые вы открыли, составило 201 единица. Последние достижения Чудеса Света, которые вы открыли, 7 букв, случилось это 23 сентября 2023 года. 23, 9, 23. Интересное сочетание. Всего мора, который вы собрали в странствиях в этом году, 24... Сколько? 24 миллиона 765 тысяч 994. Можно мне столько в реальности, пожалуйста, на руки сейчас? Может, даже в рубля об эквиваленте, не обязательно в долларах. В то же время, всего мора, который вы потратили, 17 251 670. Нет, вот это, в принципе, да, это, в принципе, да, сколько у нас осталось. У нас сейчас на счету. Миллиард на счету. Называется достижение. Интересно. Вот почему только музыки нету? Так красиво. Будучи путешественником, вы не упускаете ни одного сундука. Число сундуков с сокровищами Тейвата, которые вы открыли в этом году, составило 556. 555 было бы интереснее. Охотник за сокровищами. О, привет. У меня посылка? Путешествия всегда богаты драгоценными воспоминаниями и историями снимков, которые вы сделали с помощью фотокамеры в этом году. 368 снимков. Великий фотограф Тейвата. А что так мало-то? Я думал, я сделал больше. А, точно, я же еще скриншоты делал. А скриншоты я делал не сквобы еще в камере. Нельзя ее там было поменить. Все, ладно, ладно, вопрос снят. Тогда это соответствует норме. Спасибо. Я фотку тоже параллельно внесу. Как часто это делаю сейчас. Вы провели в Тайвате 267 дней. 24. Извините, что-то раскашелось очень сильно. Вы провели в Тайвате 267 дней. 24 марта 2020 года вы победили противников вида прочей человеческой фракции больше раз, чем в любой другой день. Этот день наверняка оставил неизгладимое впечатление. 23 марта 2023 года. 23 марта 2023 года. Это уже был не отпуск у меня. Я уже вышел из отпуска. А что я там делал? Кто помнит? Честно говоря, я даже сам не помню, что там было. Кстати, знаете, вот если вы сейчас слышите музыку на фоне, это значит, я наложил. Потому что я вообще никакой музыки здесь не слышу. Я просто поставлю, скорее всего, музыку из Парадиза. Мне она очень нравится. Такая душевная спокойная. Кстати, подходит под тематику. Вот реально здесь музыки нет. Это вот бесит. Это, я так полагаю, моё, да? Поздравляем! Вы выиграли. Спасибо. Награда будет отправлена по почте в течение 50 минут. Ну, ладно. Что дальше у нас есть? Так. Он, заключите данные о Тайваде. Подождите, сейчас посмотрим. То, что... Данные о разведке и приключении. Да. То, что я посмотрел сейчас, это одно. Теперь, заключите данные о Тайваде и приключениях. Ладно, давайте. Оглядитесь на прекрасный путь, проделанный за год. Я бы хотел сейчас хотя бы музыку послушать. Но реально, какой музыки нет? Обидно. Слабый голос шепчет мир, забудет меня. Зона увядания и Элизар безостановочно уносит жизнь растений, животных, людей. Сколько мудрости нужно, чтобы найти лекарства и обрести ответы в стране, где не видят снов. Завершено задание Архонтов, том 3, глава 1. Сквозь дым и темные леса. А в общем, по поводу еще раз музыки. Да, знаю, мы смотрим это, но... Я сейчас просто решил проверить чисто технически. Может быть, что-то с браузерами. Я запустил сейчас YouTube чисто так на проверку. YouTube слышно прекрасно. YouTube слышно прекрасно. То есть, проблема именно в китайском хосте. Я не знаю, что происходит. Что есть, то есть. Что имеем, то имеем. Эх, ладно. Давайте посмотрим, может быть, это заиграет. А, ну да. Ну ладно, давайте хотя бы так. Тебе доводилось слышать что-нибудь об изменениях? Кто такой, чтобы не захватить полностью все окошечко? Давайте вот так вот сделаем. А, нет, не получится. Обрезано будет. Ну ладно, давайте тогда так, как есть. Посмотрим. Попробую сейчас тогда при вас озвучивать. Тебе доводилось слышать что-нибудь об Имирсилье? Дендроархонта еще называют божеством мудрости, потому что ее создание связано с Ирминцулем. Жители Сумеры анализовывают мудрость, доброту и всмогущество. Несколько столетий назад случилось страшное бедствие, она пропала. Позже мудроицы нашли новое воплощение Дендроархонта и привезли ее в Сумеру. Саберзулу праздник. Нилу будет исполнять танец Саберзул, это самое главное представление праздника. Когда богиня цветов исполняла свой танец, повсюду она вступала, распускались прекрасные цветы. Бодиссары. Мы все лишь люди, но мы стараемся, чтобы именинница на день рождения почувствовала себя любимой. Во время праздника сцена будет еще прекрасней, вот увидите. Докладывается на жарли стола Дозора Колеи. Зона увядания существует в Сумеру уже тысячи лет. Они зрадились в глубинах этого мира. Боюсь, нашему Дозору еще долго предстоит бороться с зонами увядания. Многие растения в топическом лесу уже оказались под угрозой. Деревья разослоняют лес. Отбрубить все ветки. Это терминал Акаши. Инструмент, созданный Академией при помощи наследия великого соединительства Рука-де-Вата. Теперь любой человек, надевший его в терминале, может соединиться с Акашей и получить необходимые знания. Капсула знания Архонта появится на тайном аукционе в ближайшие несколько дней. С ее помощью можно обретить божественную мудрость. Мне нужно, чтобы вы помогли мне одну неграционку. Итак, дорогие товары вы ищите? Та-дам! Покажем, на что способны. Кажется, за горлом прячут какую-то тайну. Мы вернем наше божество, и тогда... Останьте с расплаты! Вы увидели? Видя, кемудрец приказал прекратить выступление. Возможно, они считают рождение малозийского саналь подвержением смерти великой властительницы Рука-де-Ватты. И не стыдно вам предаться столь легкомысленной свете в стране мудрости и рассудка. Это устройство выкачивает энергию артерии Земли. Похоже, он использовал капсулу знаний Архонта. Босс, раз до рождения своей богини сколько угодно. Что с тобой? Что же случилось? Для всех ученых ищет истинной точностью и правдой. Архон создал прекраснейший город Сумеру. А люди подобные вам пытаются его сквернить. Продолжать праздновать сабзаруз слишком опасно. Я не хочу, чтобы у вас были проблемы. У вас впереди так много сабзарузов, чтобы... Ты правда еще не понимаешь, или просто хочешь посмотреть правде в глаза? Мир забудет меня. The more the thousand rolls the brins. Ну, это уже скорее информация к ознакомлению, так полагаю. То есть, это все, что показывается. Ладно, это не совсем не интересно, но... Трейлер интересен, трейлер интересен. Я, наверное, даже его... Дайте секундочку. Приношу извинения. Я решил открыть просто его в ютубе, чтобы он у меня сохранился выстоять, чтобы не терять трейлер. Мало ли, может придумай что-нибудь с ним делать. Может, и тоже озвучу потом. Ну, случайно нажал на мышку, потом когда сюда заходил, и... Ну, видите, я уже попал на вторую страничку. Не переживайте, ничего лишнего не скипнули. Ничего лишнего не скипнули. Последнее завершенное задание легенд. Аято, оберегающий Кипарис. Глава первая. С древа Утун падает лист. Те, кто проявляет свои способности, получают больше признания. Ребенок, которого раньше клеймили как Абузу, становится настоящим и надежным главой семьи Комиссата. Задание легенд 39. Разблокировано 28. Завершено 25. Ну, слушайте, кстати, неплохо. Еще не такие милышки. Посмотрите. Спасибо, спасибо. Какая же милота-то. Надеюсь, у меня фоткается. Надеюсь, фоткается. Так. А я могу обратно наверх подняться? А, могу. Ну и хорошо. Значит, можно вот так сделать. То есть, это реально работает, но вот тут немножко подтормаживает. Хорошо. Будем перелистывать. Это мне нравится. Так. Вы куда? Последняя встреча, которую вы завершили в этом году, встреча Барбары, лечебный родник. Надеюсь, с сестрой Барбарой все в порядке. Чего? Последняя встреча, завершенная, была первая глава на Элли. Мы ее завершили. Мы сейчас вторую главу делаем. Так. Что за бред полнейший? Ой, ну ладно. Встреча разблокирована. Завершено. Полное прохождение 11. Красота. Ну ладно. Тоже неплохо. Слушайте, мне вот Линет очень нравится. Она такая милашечка. Она, у меня типа рука, у нее голова типа здесь, я ее углаживаю. Милашка. Мне она нравится. Куда дальше? Городская репутация. Манштадт уровень 4, Ли Юи 4, Инадзума 3. Ну, Сумеровый фонтен не в счет. Мы до туда еще даже толком не добрались. Статуи Семи Архонтов. Ли Юи и Манштадт, понятное дело, мы их открывали всегда. Сейчас пока Сумеру идет... Слушай, ну Сумеру не так долго остался, я смотрю. Там не так много осталось собрать-то. Если они все до 10 уровня, то в принципе, да. То есть, получается, может тогда немножко потянуть до Сумера, просто дособирать оставшиеся электрокулы и закрыть статую хотя бы. Сундуки собрать можно, тоже несложно. Да, можно, наверное, так сделать тогда. Я, правда, если кто видел новое расписание, я записываю понедельник 9-го, я верну Геншин обратно на пятницу. Пока что, потому что хочу закончить быстро с Far Cry. Ну, ладно, посмотрим. Что у нас дальше? Особое подношение. Благодарность Сакура, 39 уровень. Древо Вечной Мерзлоты, 7 уровень. Адьювант, максимальный десятки. Фонтан Люси, Озеро Амирты, Древо Снов. Но, Древо Снов и Озеро Амирты, это однозначно Сумера, я так полагаю. Фонтан Люси, это Фонтейн. То есть, посмотрите, у нас только Сакура, Древо Вечной Мерзлоты и прокачаны полностью. Адьювант, ну, адьювант, это нормально. Ой, какие люди туда здесь. Мне нравится. Теперь понимаю, о чем вы говорили. Вот, смотрите, прям красота. Так, после битвы дайсов, карт и котов в опытный игрок. Поле битвы дайсов, карт и котов. В священном прозиве Сибири Девственниц вы достигли 6 уровня игрока. Карт персонажей, которые у вас есть, 11 карт, экипировки, поддержки и событий, которые у вас есть, 77. В странствиях этого года дуэли, которые вы провели с компаньонами, было всего 57. Побед 51, поражений 6. Количество дуэлей против других путешественников в священном прозивстве Сибири Девственниц 13. Из них 3 победы, а поражений 10. Но зато 3 победы. О, какие люди. Кроме того, количество ваших голографических дизайнов достигло 12. Ммм, хорошо. Вот так вот и вы посмотрите. Смотрите, он такой милышка. Они, в общем-то, чайники используют здесь повсюду. Адет превратил чайник без мятежности в обитель и преподнес его вам 9 апреля 22 года. Вы открыли собственный мир в этом году во время странствий. Максимальный уровень силу дэтов достиг 9 тысяч 10. Стоп, подождите. Мы 5 января, согласно... Только вот отключились к Геншину. Но уже спустя 3 месяца завладели собственной хатой. Почему в реальности нельзя так? Вдруг издалека. Вот какие люди выскочили. Первое. Именно... Один. Именно столько путешественников посетили ваш чайник без мятежности. Меня так мало посетило людей. Ну, с другой стороны, я и не открывал свой чайник. И забираем. Жалко, что музыки вот реально нет. Бесит. Поздравляем, вы выиграли. Посмотрим, что дальше. Полностью изучите данное поединка. О-о-о, это будет весело. Может, тогда кофеек заварить? Или чай? Или какао? Нет, давайте какао. Коль уж, как говорится, смотрим... Долго. Давайте посмотрим. 6865. Столько обычных мостов вы уничтожили в этом году. В том числе побеждено на бусе. 432 единицы. 954. Столько элитных мостов вы победили в этом году. Элитный мост, который во время странствий вы победили чаще всего. Митачурл с огненным топором. Ну, да, реально, честно, подался. Такой распространенный. Количество побед над ним 223 штучки. Слушайте, реально большой такой мальчик. Победа над боссами во время странствий в этом году. 22 единицы. Босс, которого во время странствий вы побеждали чаще всего. Анемо-гипостазис. Количество побед 5. Стоп. Почему он? Или... Или это имеется в виду в одиночку? Просто если так посудить, я очень часто... Или подождите... Или это только в этом году? Нет, если в этом году... Нет, 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 все равно не проходит. У нас же это... Кли прокачивается очень часто. Да и Син Цю, я его не забывал, тоже прокачивал очень много. Мы эту океаниду били много. Странно как-то. Ну, ладно. Босс проще простого. В этом году вы израсходовали 1320 единиц с первородной смолы. Вы два раза бросили вызов достойному упоминанию противникам. Достойный упоминание противникам, которым вы чаще всего бросали вызов. Лупус Бореалис. Волчий лорд. Количество сражений одно. Да, я очень честно. Ну, мне тогда само неинтересно. Кстати, посмотрите на Фудзикару. Испытание Андре... Андреуса. Кстати, реально даже в честь него, да, по сути, назвали. Эй, ты куда? Ты куда? Пошла куда-то. Ой. Ну, ладно. А тут что у нас? Эм... И что я здесь должен увидеть? Подождите. Может, там что-то не появилось? Или что-то здесь должно было быть, но... Я... Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, здесь должны были быть какие-то покупки. Я, поскольку... Инадзума у нас заблок... Пока еще нет возможности покупать... Эм... Сувениры. То ничего не показывают в этом году. Наверное, скорее всего, это дело. В этом году количество попыток прохождения подземелий составило 8. Вы разблокировали цветы богатства 3 раза, а цветы озарения 1 раз. Это еще что-то такое? Нет, вы видите вот это? М-исследование, F-исследование подземелий. Так. Мне кажется, проблема со звуком это с их стороны. Походу, они что-то не доделали. Ну, ладно. О, какие люди. Привет. Убежал куда-то. Пока нет погружений в бездну. Чего? В смысле нет погружений в бездну? Мы туда ходили. Мы туда ходили, потому что мы прокручивали и добивали... Эм... 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 Помните, когда был этот ивент-то? Почему все время меня клеветят постоянно? Даже Китай начал меня клеветать. Вы же ходили. Ну, ладно. Но мы были в бездне. Вы свидетели мне? Вы мне свидетели, ребят. Бред какой-то. М-м-м. Так, что там у нас еще есть? Полностью изучить данные о персонажах. Ну, давайте посмотрим. Хотя их я вообще не смотрел. Их я держу на слабкое. Хотя то же самое я говорил про Джордж Скорп Треволюшн и про... Первую Сабнафтику. Вторую-то я озвучил, а с первой как-то вот не сложилось. Надо... Фух. Я уже вот сейчас упадет. Ну, все. Все. Хорошо, все обошлось. Не переживайте. Что там? А, там просто прям успел. Не страшно. Что-то у нас... Путешественнику Чокоджинкс, как и вам нравится путешественник. Чокоджинкс. Чокоджинкс, привет. Того пожаловать. Ты мой собрат по счастью. Путешественник. Уровень шестой. Уровень девяносто. Дружба один. Общий уровень талантов восемнадцать. Совместных сражений витой бездне. Нажимается? А, это я так могу по-каждому пощелкать, да? Кли. Не, давайте по порядку тогда уж. Сверху. Кстати, они меняются? Нет, они не меняются. Они не возобновляются. Ясно. Сахароза. Уровень десятая. Дружба четыре. Общий талантов четыре. Совместные сражения витой бездне. Путешественнику Гиселле. Вот его уит. Как вам нравится Сахароза? Ну, она у меня сейчас на пенсии. Скрам учат. И следующий. Путешественник Пи-2-Даблью. Как вам нравится Странник? Ну, я думаю, он сейчас всем нравится. Так, кстати, я Сахарозу вот эту не взял. Так, вот так. Странник уровень сорок. Дружба два. Общий уровень талантов три. Новые персонажи пять плюс. Но он из новеньких. Так. Дальше. Еми. Уровень пятьдесят. Дружба один. Общий уровень талантов три. Новый персонаж. Лиадосу. Как и вам нравится Еми. Синтю. Уровень шестьдесятый. Дружба три. Общий талантов шесть. Совместные сражения витой бездне. Были. Так. Сзади цевентуруча. Снабить его, кстати, вот такую порядочку-то и следующий идет. Винти. Уровень семьдесятый. Дружба. Десять. Общий уровень характеристик талантов. Десять. Новый персонаж. Пять плюс. А, это, видимо, из-за того, что не так давно выпадал. Поэтому считается. Куки. Уровень шестьдесятый. Дружба шесть. Уровень талантов. А, кстати, по Винти не почитал же. Читоджа. Как и вам нравится Винти. Да. Куки. Люмина. И как и вам нравится Синоба. Люмина. Это сестра Итри, если что. Красота. Совместные сражения витой бездне. Двенадцать шесть шестьдесят. Бенни. Галактус. Как вы узнали, что один из моих любимых Майловских антагонистов это Пожиратель Вселенной. Как и вам нравится Бенни. Он, наверное, любит Арктики тоже. С ним смотреть. Уровень пятьдесятый. Три талантов шесть. Наивысший уровень дружбы. Стоп. Подождите. У меня с Брени самый высокий уровень дружбы. А еще говорит, а еще говорит, ты себе неудачник. О, со мной дружат. Тотальная катастрофа тогда получается уже. Так. И... Кли. Саруе. Как вам нравится Клишечка? Почему же... Вообще музыки никакой нет. Новые персонажи. Пять плюс. Общий уровень таланта шестнадцать. Дружба восемь. Десять. А у Бенни три. Подождите. У него наивысший уровень дружбы со мной, но почему-то у Кли уровень дружбы выше. Что за брюк? Как это работает? А у Винти? У Винти вообще десятка. За это... Стоп. Попрос. Стоп. Что значит дружба один у Итера? Он же... Мы. Блин какой-то. Ну ладно. Подождите. А! Подождите. Я думал это посчиталось. Ну ладно. То есть мне куда-то еще нажать нужно? А! Это так работает. Ясно. Ой, красота-то какая! Посмотрите. Милота да и только. На сегодняшний день вы путешествуете в Тайвате с сорока спутниками, из которых одиннадцать пятизвездочных и двадцатьдесят четырехзвездочных. Среди них один комп... Один компаньон. Достигла девяносто уровня. Но это Итер. Это Итер. Кли прямо жарит все. А-а-а. Наш картограф с ума сходит из-за этого. Пампушечка. Это я так полагаю по поводу еды? Подождите. Я наготовил тоже много еды в этом году. Странно как-то. За время путешествия вы получили в общей сложности две единицы пятизвездочного оружия. У вас есть пять четырехзвездочных единиц с пробуждением пятого уровня. Ну, это за ивенты, скорее всего, оружие имеется в виду. Ладно, допустим. Один. Столько именных карт вы получили за достижение десятого уровня дружбы с компаньонами. Это за винтуруча. За задницу винти. И все, да? Ну, давайте. Надеюсь, ее можно будет сразу снять. Ну, завтра, завтра, во вторых. Надеюсь, она не сгорает. Так. Полностью изучите данные о версиях игры. Тут, по-моему, пролети просто. Я редко это смотрю. Раз уж только голосую. Может, тут вот запросы, кстати, будет? Если тут, надеюсь, они помнятся, что я отвечаю на их запросы. Хотя они мою дату рождения не помнят. О, какие красавцы у нас тут. О балладах и кубках. Люди-родители, а не искатели приключений. Все помогают мне. Я буду помогать всем людям, волкам, всем. Милота. Мономегистус. Дыхание анемонии. Цветок не от мира сего. Проводник, что с пути не собьется. Уста, что не лгут. Легенда, которой нет конца. Подождите. Стоп. Цветок не от мира сего. Уста, что не лгут. Легенда, которой нет конца. Подождите, это ивенты, что ли? Очень знакомые названия. Ну-ка. Так, минуточку. Подождите, подождите, подождите. Там на второй остановилась она. А, нет. Она просто следит. Ладно. Акицу Кимадамэси. Испытание смелости. Фестиваль цветов Микавы. Общая судьба. Йо Кайфа людей. Да, это ивенты. Это ивенты, ребят. Это ивенты, на которых мы были. Все. Теперь все осталось в свои места. Тут я смотрю, что это очень похоже. Дыхание немонии же было тоже. Кстати, мне оно понравилось. Вот этот музыкальный клавиатур. Мне очень зашло. Если просто тележит, храниц у нас данные. Можем что-нибудь допридумать. Саю, что ты делаешь? Хватит гипнотизировать куклу. О, это мне знакомо. Но я в нем не участвовал. А, нет, играли. Ночная гармония струн. Яркое масштабное шоу при участии Ху Тао, Синьян и Юнь Цзинь. Да, было. Капитан Алкаш. И безэмоциональная смерть. Эпичное побоище Плесевиком. Турнир укротителей кубков Лотоса Нилотпала. В Порт-Ормосе. С нетерпением ждем встречи с вами. Спасибо. Торжество разума. В этом году на фестиваль Академии пригласили несколько участников из пустыни. Ну, это уже ивенты сумер... В общем, смотрите. Те ивенты, в которых я принимал участие, они отображаются. То есть, все, с чем я связывался, оно отображается. Все, что я не трогал, оно вообще пустует. Как, к примеру, здесь. Тут тоже должно было быть что-то. Скорее всего, это сумерское. Но мы там не были. Я не лист особо сумеру пока что. Так что, да, много чего объясняется. Ну, как говорится, что имеем, чем богаты, тем и рады. Итоги года. Нажмите, чтобы изменить воспоминания. Титул года. Выберите титул года. Высшее создание. Лупикал. Эксперт по снам. Знаменитость среди адептов. Золотой метеор. Ух ты. О! Выберите титул года. Путешественник. Миллионер. Гурман. В поисках родственника. Друзья, боевые товарищи. Иноземный гость. Золотой таинственный человек. Избранный почетный рыцарь. Чужеземец, поймавший ветер. Маг. Настоящий рыцарь. Орда вонючий. Посланник. Пришедший из золочного предела. Подруга адептов. Чужестранный герой. Золотой нара. Командир отряда рыба. Меч 2. Протухшая селедка. Высшее создание. Милашка. Эксперт по снам. Лупикал. Золотой метеор. Знаменитость среди адептов. Ммм. Талисман. Конечно, миллионер. Хотя. Иноземный гость. Нет, лучше сказать, иноземный. Друзья и боевые товарищи. Гурман. Вот это он мне больше нравится. Хотя, иноземный гость очень красиво. Пусть будет иноземный гость. Иноземный гость. Справедливо. Хотя, подождите. А, это вот листается. Все. Воспоминания года. Выберите воспоминания о путешествиях года. Стоп, подождите. А, это вот. Вот это. Я просто думал, что это 3 из 3. Я думал, что это со страницей. Выберите воспоминания о путешествиях года. Увлекательное путешествие. Годовой отчет по чайнику безбятежности. Компаньоны. Компаньоны интересны. Оружие, коллекция, карт. Сражение с обычными монстрами. Расходы, смолы, зачистка, подземель. Что? Что за бреб? Такое неврадо. Испытание, подземель, цветки, артерии. Витая бездна. Сражение с боссами, монстрами. Оружие. Коллекция минных карт. Ну, священный призыв. Семьерный десанец получается. Только остается. Так. Я сейчас посмотрю, сохранился. А, подождите. Тут еще есть. Выполнение поручений, количество... Ну, знаете, количество мор, кстати, очень понравилось. Воспоминания года. У нас прямо на миллионы. Выполнение. Священный призыв, конечно, семьерный десанец. Я ими занимаюсь, но редко. А вот Мора... Вот это вот, наверное, вот так сделаем. Выберите компаньона. Заметьте. Тут абсолютно все компаньоны. Ммм. Ну, как ни крути, но я возьму Венти. У меня... Итер это мы все-таки. А тут сказано, выберите компаньона. Как бы мне не нравился Скоромучечка... Где он, кстати? А он вообще здесь есть? Да, вот он. Но я возьму сзадицу Венти. Я ей предан. И мне она больше нравится. Иноземный гость. Справедливость. Ключевые слова года. Великий фотограф Таеваты. Каждый компаньон обладает огромной силой. Миллионер-балка Северного Королевства. Почему бы и нет? Поделиться своими данными. Разрешить обмен данных. А, нет, подождите. Разрешить. Кого пригласить? Награда будет отправлена попроще в течение 50 минут. Все. Наверное, я правильно все сделал? Чтобы поделиться с данными. А! Все, понял. Секунду. Дайте, пожалуйста. Итак. Отправил. Отправил нашему товарищу. Больше ничего не листается? Да, вроде все. Или... А, может теперь найдут сюда, так полагаю, да? Поделитесь своими воспоминаниями путешествия в прошлом году. Ага, последнее. Давайте посмотрим. А, подождите. А, вот это имеется в виду. Я думаю, я все сделал. Скопировано. А, секунду, дайте, пожалуйста. Так. Ну, я отправил, кому можно поделиться, не знаю, засчитается это или не засчитается. Ага. Так, это сделали. Получите благословение свободы. Получите благословение золота. Получите благословение изящества. Получите благословение остроумия. Получите благословение справедливости. Соберите благословение Пяти регионов Ну, вот это точно однозначно нет Это, ну, вот это скорее всего однозначно Это когда вы собрали Абсолютно все статуи То есть не все можно сделать Не все можно сделать Благословение свободы Это скорее всего имеется ввиду Так Ну, получается я все сделал Что мог Этим я поделился Там я все Ну да То есть смотрите, все что можно было взять, я взял уже То есть это взял, взял, взял То есть вот это только не получается Ну, не страшно Ну В целом Ну, в целом Интересный ивент, опять же, но Я, честно говоря Хотел музыку послушать Ну, не дается почему-то Ну, надеюсь, что Музыкальная дорожка, которую я, надеюсь, поставлю Вам она зашла Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел Спасибо всем, кто был с нами Вот эти вот Годы По Геншину Больше контента Больше контента С вами был Вескин, я был Латый Чинкс Всем до скорой встречи, всем пока удачи и увидимся Bye-bye